В честь Дня рождения Казанского Федерального было принято решение организовать праздник для сотрудников университета в виде игры квеста. Цель которого заключается в том, чтобы еще раз вспомнить историю нашего университета, еще раз понять, насколько грандиозна эта история, насколько интересна и прочувствовать этот день рождения, можно сказать, на себе. Старт дан. Держа в руках задание, участники квеста отправились разгадывать загадки, которые приготовили для них сотрудники музеев Казанского университета. Узнать, какое время показывают часы, стоящие с кабинета ректора в музее истории, собрать вольтметр и отыскать африканцев в этнографическом музее. Это далеко не весь список, что выполняли и угадывали участники квеста. Я очень рада, что музеи наконец-то начали раскрываться с другой стороны. Мы сейчас на них не смотрим, как на собрание вещей древности, но, конечно, как на то пространство, в которое можно приходить, в которое можно участвовать в таких мероприятиях. Я очень рада, на самом деле, что квесты начали проводить у нас по университете. Ключевую роль в игровом процессе играли решения головоломок и задач, требующих от игроков умственных усилий. Участники проверили свои знания в области физики, химии, истории, литературы и даже узнали для себя что-то новое. Посложнее было собрать батарейку, и Сережа узнал, что у нас, оказывается, батарейку открыл не итальянец, а кто там, Гальване. Да, на самом деле, ее открыл боль. А, на самом деле, ее открыл боль. Сложно, что еще было? Сложно было определить минералы и называть их. В стиле нескольких разных музеев, которых раньше не было, очень было здорово. Самое сложное было, конечно, поиск африканцев в графическом музее. Мы даже не ожидали, что есть некоторые места в университете, которые мы впервые увидели к своему студу. Мне кажется, сложнее всего было в музее Завойского, потому что вопрос там на здании физики, это непросто. Награждение прошло в музее истории, где всем участникам вручили памятные и сладкие призы. Победителями стала команда писаки из департамента пресс-службы информации ПФУ. Горящие глаза и стремление к победе именно это отличало их от других команд. Но остальные участники не расстроились, ведь сегодня они обрели гораздо больше новой знаний, сплочение коллектива и просто хорошее настроение. С днем рождения в универ! Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз.